Видео уроки фотошопа Первым делом нам с вами нужно немножечко осветлить фотографию, добавить ей воздуха, так сказать. Для этого мы создаем корректирующий слой кривые и немножечко выгибаем кривую вверх, вот таким вот образом, чтобы наша фотография осветлилась. Закрываем и прозрачность слоя ставим по желанию, я поставлю примерно в районе 60%. Вот до и вот после. Следующим шагом добавляем корректирующий слой цвет и вводим вот здесь вот код цвета номер FFEDB8. Нажимаем ОК. Данный цвет мы с вами будем использовать на самых светлых участках. Меняем режим наложения для него на умножение. И понижаем прозрачность примерно до значения в 30%. Так. Смотрим до и после. Следующим шагом опять же добавляем корректирующий слой цвет. На этот раз данный цвет мы будем использовать для теней. Он у нас будет темно-синий. Вводим здесь 112, а 79. Вот такой вот темно-синий цвет. Нажимаем ОК. Режим наложения для него ставим на исключение. И также понижаем прозрачность примерно до значения в 60. ТАКС. Как видите, он у нас усилил теневые участки. Теперь добавляем еще один корректирующий слой цвет. Теперь он уже будет использоваться у нас для тонирования всей картины в целом. Это у нас будет еще один бежевый цвет. Код для него возьмем FFF9D0. Нажимаем ОК. Режим наложения мягкий свет. И прозрачность ставим 30%. Так. Отлично. Следующим шагом нам с вами нужно добавить немного контраста на снимок, так как он у нас получился немножечко таким пересвеченным. Для этого мы добавляем корректирующий слой черно-белое. В настройках его ничего не трогаем. Просто закрываем. И режим наложения ставим мягкий свет. Прозрачность также не меняем, оставляем на 100%. И также можно добавить сюда небольшую виньетку. Для этого мы создаем корректирующий слой. Градиент. Так. Цвет для него возьмем от черного к прозрачному. Выбираем черный цвет. Нажимаем ОК. Здесь также ОК. Стиль возьмем радиальный. Так. Убедитесь, что у вас черные участки стоят около краев фотографии. Если это не так, то ставим инверсию. И масштаб давайте возьмем примерно 150%. Вот так. Нажимаем ОК. И режим наложения ставим мягкий свет. И вот что у нас с вами должно получиться. Давайте объединим все наши слои в отдельную группу. Нажимаем Ctrl G. И все наши слои оказываются в группе. Так. Смотрим результат, который у нас был в начале урока. Вот до. И вот что у нас получилось в ходе его выполнения. Ну что ж, как видите, данный способ довольно простой. Но позволяет добиться очень красивых и мягких оттенков на фотографии. Я надеюсь, данный урок вам поможет в дальнейшем. И вы будете применять изученные приемы уже на практике в своих работах. С вами был Кузьмичев Алексей. До свидания.